Дорогой мой любимый друг Ноябрь, я специально поставил картину, которую ты мне помог на расстоянии нарисовать, потому что, когда я тебе ее показывал, ты сказал, Света добавь, Света добавь, и я вот там Света добавил, и она стала симпатичная. И вся школа человека будущего Homo Futurus поддержала, говорит, какая хорошая картина. Так что спасибо тебе. Все существующее, в том числе человек, мы созданы из Света. Правильно, поэтому я тебя попросил. Сейчас я тебя еще представлю, потому что, как говорится, большое видится на расстоянии. Есенин еще говорил, лицом к лицу лица не увидать, и поэтому ты за своим именем Ноябрь, на большом расстоянии от Солнца, потому что это осенне-зимнее имя, увидел, что Свет главное, увидел, что Свет главное, но я немножко с юмором и немножко поэтически тебя хочу представить, потому что ты сам поэт. Поэт, стихами которого я и восторгаюсь, и наслаждаюсь, когда я читаю в Фейсбуке твои стихи. И всегда я еще раз, еще раз удивляюсь, до чего же велик человек, и поэт прекрасный, и прекрасный ученый, великий ученый, обогнавший свое время лет на 50, на 100, не меньше. И поэтому, а я хочу сказать, и твой брат Декабрь, который мне помогал, и он делал со мной видеоматериалы, еще когда была чеченская компания военная, мы ОМОН готовили, и он это все снимал, потом он меня привез в издательство «Дагестанская правда», познакомил там со всеми, я там проводил практические занятия для сотрудников. Ну, ты представляешь, как это было здорово, и у меня такие воспоминания. Да-да-да-да-да-да, мой любимый Декабрь. Сколько мы с ним многое сделали интересного для нашей республики, для страны полезного, сколько сделали. Он был невероятно талантливый человек, просто невероятно. И мы дружили с Шихсаидовыми, это был выдающийся профессор, это просто в институте востоковедения. Амри Алижаевичу, да? Да-да-да, дядя Амри, Амри Алижаевича, его жена, тетя Рея, и Наташенька, их доченька. Мы вот ездили туда, я ей делал иглотерапию. И мы дружили, просто так дружили. Однажды ты меня там тоже как-то подобрал. Мы же с Наташей однажды приезжали к тебе, помнишь? Ты, по-моему, тогда даже миллионером был, по-моему, нет? Да, ну не один раз вообще, да, с Натальей мы приезжали. Я как мог тоже помогал. Ну, я понимаю. Ну, такая семья, ну, божественная просто такая семья. Ты, пожалуйста, когда там будешь, ты же там в Махачкале, и ты там будешь. Наташеньке обязательно от меня привет передавай. Жалко, дяди Амри уже нету. Да. А он говорит, приедет Хасаев, он мне иголку поставит. Хотя я ему никогда иголки не ставил, но я когда-то к ним приходил домой, а мы все время с ним разговаривали. Он такой был прекрасный, он так знал, как устроена эта история. Ну, просто удивительно. Ну, вот это... И в то же время очень простой человек. Да, да, в том-то и дело, поэтому мы с ним так легко разговаривали. Все великие люди очень простые. Это те, которые щеки надувают, а у них есть некая ущербность. Они всегда пытаются компенсировать какую-то несамодостаточность. И меня задружило... Или одежду, или мужчину. Да, да, да. И через много лет после этого меня задружило с тобой именно то, я имею в виду теперь философскую сторону вопроса, что и ты, и я одинаково любим Теярде Шардена, Вернадского любим. Я когда читал еще в юности Теярде Шардена о том... Ну, и оттуда пошло еще какую-то... Я читал статью необыкновенную научную о том, что ген психическим компонентом. Я тогда не очень понимал. А потом, оказывается, это было в потенциале психический компонент гена, что когда человек потом появляется, раскрывается, и психика там появляется. Также Теярде Шарден, он имел в виду... Он один из моих учителей, которые я выбрал в жизни перед тем, как этим исследованием заниматься. Вот его формула, значит, биология, материя, с самого начала по-своему подчиняются великому биологическому закону усложнения. Вот и все. Вот я с этого и начал. И потом с Теслы начал. С Теслы. С Теслы, мой любимый, конечно, конечно. Вот еще, кроме всего прочего, ты меня ввел в Академию технологических наук, порекомендовал меня. И благодаря тому, что ты меня рекомендовал, потом я тоже стал академиком. Ты заслужил. Ты заслужил еще больше. Ну, конечно, ты очень вежливый культурный человек. Ну, вот этот вот момент очень важный. Это была моя инициатива, между прочим, Хазай. Это была моя инициатива, чтобы все знали. Я видел, что ты достоин, что ты заслужил. Ну, да, это твоя инициатива была. Ты же меня тут... С президентом Академии я поговорил. Такой есть человек, и надо так. Так я тебе говорю спасибо, потому что ты меня туда привел. Я же тебе как раз спасибо говорю, что ты меня туда привел. Я только рад, что такой коллега у меня и в Академии. Вот ты со всех сторон светлый человек, и я теперь тебе одну вещь хочу сказать. Самое интересное, говоря метафорами, что потом, через некоторое время, когда я писал там материалы, делал видео, я в каком-то видео сказал, что очень интересно, что ноябрь сказал, что все произошло из света, а в результате получается, что светлые люди и должны быть по душе своей. Это я говорю, что обобщил, понимаешь, что рожденный в свете, если он реализовался, он обязан быть светлым. Да, он становится светлой душой, светлый человек, и вообще вот я на тебя смотрю, ты светишься, как всегда. Поэтому я с удовольствием хочу, чтобы все знали. Ну, на школе тебя знают, уважают, потому что я не один раз про тебя говорил, восторгался, что у тебя есть теория, причем, как создался человек, как род создался человеческий, потом, как произошло это все, и все это по каким-то законам, из которых, из фотона. Квант, мы все знаем из учебника физики, это есть одновременно частица, и одновременно есть волна. И это трудно себе представить, как это может быть, потому что, ну, мы же не все глубоко в физике и не все мыслями, физическими ощущениями, понятиями и так далее. Поэтому я тебя хочу попросить, чтобы ты об этом рассказал, как ученый, потому что я могу только видеть это как действительно необыкновенная научная ценность, обгоняющая время. И поэтому тебе надо чаще представлять, представлять, чтобы люди знали, знали, знали. Потому что выводы, которые ты там делаешь, и заключения, которые ты там делаешь, и там десятки всяких позитивных отзывов академиков и профессоров у тебя, институтов различных. Ну, люди должны знать и вовремя, вовремя оценить и подключиться к пониманию такого мировоззрения, глобального мировоззрения. Потому что может кому-то очень сильно помочь в развитии своего мышления. Это очень важно, потому что у нас очень много стереотипов, шаблонов, догмов, авторитетов, которые заслоняют наше мышление творчески думать, изобретать новое, открывать вот это вот пространство неизвестного. поэтому я тебя прошу, ноябрь, расскажи про свою теорию, пусть удивляются, кто еще, как говорится, способен восторгаться от блеска ума, гения человеческого разума, потому что когда меня спрашивают, а ты во что веришь, я говорю, я верю в гений человеческого разума и в труд, свободный творческий труд, потому что они могут сделать все. Я тебя прошу, давай. Знаешь, дорогой Хасай, те, которые вероятно будут удивлены чем-то, тем, что я расскажу, я предварю еще одним небольшим штрихом. Это было, я в Фейсбуке тоже расположил небольшую заметку в виде комментария. В общем, идя в школу, мне было 13 лет, идя в школу, там километром надо было пойти, я по дороге встретил пересекающего мой путь муравья. Я остановился, ну, кто-то токнул бы ногой там, кто-то что-то там и так далее. Я остановился, я восхищался муравьем. Так он переходит, и ты понимаешь, вот я миллиард раз по массе больше муравья, а если взять скорость удельную, то у него огромная скорость была, получается. Я уступил, и потом через годы я, кстати, стихотворение тоже посвятил муравью, мою встречу с муравьем. Вот так я стал биологом, и поэтом, просто, ну, по судьбе вот такой. Слушай, у меня есть фраза одна, которую я давно написал, она была в начале моей новеллы одной, она называлась «Размеры солнца и муравей по имени Петрович». Да, а теперь, значит, по, вот я уже сказал, что моими учителями являются, ну, без громких слов, Ньютон, вот, Тесла, это если по энергетике взять, почему я стал заниматься, значит, биологи, это Шерден, Теяр, Пио Теяр Деяр Шерден, вот, и, вообще-то, я готовился на филфак, я открою, это мне декабрь сказал, когда в 69-м году надо было написать заявление в университете для поступления, а я готовился на филфак, учился отлично по всем предметам, вот, рассказы, значит, публиковался еще учащимся, то есть, вот, так повернулось, в общем, когда он сказал на биологист, я написал, послушал свой старший брат, потому что один журналист уже есть, а я равнялся на него, и вот так, значит, поступил на биофак, ну, и потом, значит, мне повезло, что на третьем курсе специализация была на кафедре биохимии и биофизики, вот, я акцентирую, биофизика и биохимия, то есть, физика, химия, биология для меня были равны, если я большей частью на биофаке слушал зоологию, ботанику и все прочее, биологическое, после окончания, особенно, значит, через много лет, пытаясь познать, как в микромире генерируется энергия, и, пометуя все, значит, труды Тесла, я стал изучать физику глубоко, вот, и причем не столько по учебникам, не по диссертациям, не по статьям, а по источникам, вот, Ньютон, Эйнштейн, Планк, источники, понимаешь, да, а там оставались лазейки, которые последователи не сумели понять и продолжить, вот, мне Бог сам велел, вот, значит, таким образом, значит, вот я скажу так, вот, например, 30 вопрос в оптике у Ньютона был такой, ну, это экзотический вопрос, не превышает ли свет и большие тела друг друга, ну, вот, пожалуйста, значит, никак физика через 200 чем-то лет не может никак определиться все-таки превышает ли или нет, но мы знаем, солома горит, да, мы знаем, что свеча горит, значит, вещество тела превышает свет, а как фотоны, как кванты энергии, как свет, так вот, я задался трептелью и увидел, что в физике нету, значит, структуры элементарных частиц, ну, по стандартной модели в физике считаются, например, фотоны, да и другие элементарные частицы, нескольные элементарные фотоны, материальными частицами, то есть без формы и без размера, ну, как можно, вот я биолог, да, как можно мне представить теперь, значит, дерево или организм, который состоит из элементарных частиц, материальных точек, ну, можно только линию там на бумаге, несколько лет мне понадобилось, чтобы открыть, то есть, свои модели, и потом, мне очень повезло, то, что я и химик, и физик, и биолог, потому что, значит, когда строишь элементарные частицы, модели, у тебя память есть, значит, в химии какие-то тела имеют форму, размеры, или организмы, какие имеют форму, размеры, и вот эта аналогия, она все ставила на свои места, вот так получилось, значит, что, значит, происхождение человека, происхождение пола, происхождение жизни, в первую очередь, значит, дной были исследованы, и первая гипотеза происхождения жизни я опубликовал в 2016 году те курсы, я ее опробировал в Москве, Питере, Казани, Твери, за это получил докторскую степень в прошлом году, да, я хочу сказать, что в ноябре у нас доктор биологических наук, да, ко всему прочему, и не только академик международной технологической академии, но еще и академик международной академии образования, да, спасибо, и еще много чего там у него есть, просто пусть, я прошу, ноябрь, ты сам рассказывай, мы только начинаем жизнь, Пасаре, мы только начинаем жизнь, конечно, как раз таки, да, люди будущего, люди будущего, мы должны отрешиваться от чего-то, и идти другим путем, от шаблонов страхов и стереотипов мышления мы должны отрешиться, да, то, что Тесла учил нас всех делать, потому что он входил в какое-то состояние, я знаю, что за состояние, это состояние между сном и годы, это нулевое состояние, где нет страха, комплексов, стереотипов, нету вот этой рефлексии эго, эго, это когда человек конкретно и соединяется с бесконечностью, да, каждый человек это чувствует, когда он находится на волнах вот этого сна и бодрствования, когда он засыпает, думая о чем-то, и там решаются какие-то проблемы, поэтому говорили, что такое сон, сновидение, это субъективное решение объективных проблем, разрядка, разгрузка происходит, но это я в отдельных своих роликах говорю, как психофизиолог, а ты вот сейчас как раз это задел, поэтому я не мог тебе сказать, давай, давай, я надеюсь, я не перебил тебя в ноябрь, ты сказал о том, что свет сам по себе из фотонов состоит, там вещества-то нету никакого, а все, что из фотонов состоит, оказывается материальное, и как-то это получается, как это может быть? Да, ноябрь, что-то у нас немножечко в сети, в сеть, да, сейчас, 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 мы что-то здесь потрогаем, с мышкой, да, да, все, 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 прерывалось, поэтому, ничего, 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 это понятно, да, если позволишь, я, значит, по Теслу вот что скажу, очень существенное, это всех касается, значит, самых, самых, раньше же были естественные испытатели, такой, значит, он и физик, и химик, биолог, это во-первых, во-вторых, значит, раньше ученые за деньгами не гонялись, денег не бегали, и вот Тесла, Тесла, когда, значит, убегал у своих кредиторов, у него такая судьба, на эти, значит, свои опыты, и все такое, значит, у него денег не бывало, и когда ему присудили Нобелевскую премию, ты знаешь эту ситуацию? Нет, он сказал, а где вы до сих пор были? Он отказался от Нобелевской премии, вот, теперь, значит, теперь, теперь продолжим, ему должны были раньше помогать, ну, естественно, там у него с Эдисоном помогают, да, 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 ну, это, кто хочет, почитает, там очень много роликов, да, да, и много мифов, конечно, про это, много мифов, много легенд, но если истина там, да, но сам факт, что Тесла сказал, что вот именно в 20-е годы, вот сейчас, 22-е, 23-е годы, он предсказывал, что человечество встретится с новым пониманием вещей, с новым пониманием мира, воззрением, и предсказывал, что что-то будет происходить, но сейчас, пока мы видим, что уплотняется время, идет вот эта цифровизация, оптимизация, все прочее, ну, еще восходов этого, нового, как говорится, серебряного или золотого века, еще мы не видим этих проблесков, но ты один из проблесков этого, нового века, вот я считаю так. А вот, а вот, смотри, спасибо, конечно, но, значит, как сказать, попроще, поскромнее, значит, я последовал, к примеру, Теслу, но ты мою судьбу знаешь, я здесь не буду раскрывать, когда были огромные деньги, они чуть не погубили, отказался, все вышли дал мне по затылку, и отправил по другому пути, я как бесцеребряный, когда не думаю о деньгах, где заработать, я думаю, как раз, когда Тесла говорила, где вы тогда были, я думаю, тебя сейчас надо поддерживать, когда у тебя деньги были, ты понимал, не понимал, для чего это нужно, а сейчас ты понимаешь, тебе, наверное, деньги нужны для того, чтобы деньги свои сдавать, там, и так далее, ты знаешь, мы еще раз поговорим об этом, я хочу об этом сказать, в результате, когда мы поговорим, ты расскажи свою теорию. Так, хорошо, значит, я возвращаюсь к тому, что начал, значит, с модели элементарной частицы, я увидел, эти модели, они соответствовали, то есть они не противоречат ничему физике, но они существенно дополняют и уточняют, это мои модели элементарных частиц, вот, значит, и когда видишь то единственное или единое, как говорят, фундаментальное взаимодействие, его никак не могут физики, а ты увидел, когда получил модели твои, которые соответствуют потом, когда из них построил атомы и так далее, и так далее, все соответствовало, значит, то есть она, эти модели были правильные. Так вот, я увидел, что нитринные электронные протоны образуются из фотонов, ну, это физики, в принципе, говорится об этом, но не все правильно, и не хочу ссылаться, например, на нобельского лауреата Поля Дирака, который предположил, что, например, элементарные частицы имеют античастицы. я это, вот эту его гипотезу отверг, отверг, значит, предложил свое, и я не сравниваю меня с ним, с великими этим учеными, но тем не менее, он потом в своей же работе признавался, для меня важнее всего была красота математических уравнений. Так вот, античастиц нету, и до сих пор, что интересно, вот я на днях читаю, значит, опять-таки в науке пытаюсь найти антиматерию, и так далее, и так далее. Так вот, значит, из фотонов образуются нейтринные электронные протоны. Вот моя, значит, теория эволюции света от фотона, от кванта до человека. Так, из них образуется, значит, водород в первую очередь. Теперь, значит, перейдем, вспомним Уильяма Праута, английский химик, величайший, в 1815 году он предположил, что все атомы состоят из атомов водорода. Никто до сих пор никак не могут это определить. Вот в 16-м году я, значит, в этой книге как раз доказал его гипотезу. Одно отверг там, что нет античистец, а здесь я доказал. И теперь, значит, легче стало, потому что мне, вот, например, как объяснить, как образуются остальные атомы из водорода элементарно. Мне, как биологу, видно было, я знал, как образуется хромосома, как образуется хроматин, вещество хромосомы из ДНК и белков, гистоны, легкие белки. Вот это мне подсказало, что остальные атомы образуются из гелия и водорода. Дальше не буду рассказывать, это, значит, интеллектуальная собственность, значит, ну, диссертацию я указал, за это мне, как раз, и оценили. Так вот, далее, когда смотришь, значит, на молекулы, хромосому, клетку, организм, любой, я увидел, что вот атом, если ядро считать атома гелия, а у всех атомов в ядре на самом деле гелия находится, они могут проверить по периодистской системе, кто знает, знает. Так вот, значит, у хромосомы ДНК и белки, у вируса также, значит, ДНК или РНК и белки вокруг. В клетке ДНК в ядре и остальные, значит, плазмы, белки и так далее, и так далее. В конце концов, у организма, у любого, ну, человека возьмем, да, вот, допустим, этот скелет с мозгом, головной и спиной, мозг, это, будем говорить, аналоги или подобие, значит, ДНК, а остальное все тело, мышцы, ткани, клетки, значит, органы и все такое, это, значит, подобие белков. Вот она, значит, вот книгу я назвал как раз-таки «Атомобиогенез». Вот та книга, которую я... Еще ближе, пожалуйста, покажи. Еще ближе, ближе, покажи, пожалуйста, да, да, вот так, вот, 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 «Атомобиогенез». А там чуть ниже второе название какое под заголовок? А, «К проблеме происхождения жизни». К проблеме происхождения жизни. То есть, я не могу сразу, не мог назвать это гипотезой, так не делается. Я пробировал, и сейчас я ее называю гипотезой. А так, у меня был великолепный, значит, рецензент Юсуфов, Абдулмалик Гасамуддинов, спокойный. Значит, он мне сказал, я написал, я с ним советовался, как мне назвать книгу, я написал к вопросу, он говорит, к проблеме происхождения жизни. И потом он говорит, ну, пока гипотезу называть нельзя. Вот так, значит, на обложке. А это кто был, извините? Это кто, кто был, это результат? Абдулмалик Гасамуддинович, он профессор, доктор биологических наук, мой преподаватель генетики в свое время, ну, два года назад его не стало, вот он рецензент моей этой книги. Вот он сказал, ноябрь, это откуда у тебя все однажды? Я показал наверх. Ну да, встречу с Абсолютом Тесла называл, да? Вот это состояние, когда нет шаблонов, это я уже говорю, нет страха комплексов шаблонов, стереотипов и авторитетов. В свое время основатель теории Трис, Альт Шулер, говорил, что надо отказаться, когда мыслишь о чем-то новом, изобретаешь что-то, открываешь что-то. От всех авторитетов отказаться мысленно и таком эксперименте, да, и верить абсолютно, что задачи нерешаемых нет, это говорил другой его последователь. я тебе хорошо понимаю, что именно на стыке разных наук и происходят новые открытия. У нас тоже новая модель работы мозга есть, я ее завтра буду рисовать на доске, всем показывать. Она была несколько раз у меня там в Ютубе несколько лет назад. тоже на стыке разных наук психологии, медицины, биологии, где-то математики, где-то вот разных физики, где-то вот мироощущения. Я-то по разным направлениям работаю с разными контингентами людей, и с детьми, и со взрослыми, и со спортсменами, и с художниками, и с писателями, и с военными, и не с военными. Ну, то есть вот это вот на стыке разных направлений, и создаются вот такие прорывные технологии. Поэтому я тебя понимаю. Понимаю в целом, я понимаю глубину проникновения сквозь эти стереотипы твоего мышления. Ну, дело в том, что я же не физик, поэтому не могу понять, как это все происходит. Я поэтому сейчас спрошу, правильно ли я понимаю, что ты говоришь о том, как в свое время говорили, по-моему, Ленин говорил, атом так же не исчерпаем, электрон так же не исчерпаем, как и атом, да? Это кто говорил такое? Это Ленин. Ленин. Ну, вот, значит, я прав, что я помню правильно его цитату. Он говорил, и вот я хочу понять, скажи, пожалуйста, ты говоришь о том, что сама основа мира – это свет. Квант энергии. Квант энергии. Квант энергии. Вот, 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 сама основа. Из это не вещественное происходит все вещественное. Из невещества происходит вещество. Правильно я понимаю? Нет? Я понял, да. Вот теперь, значит, мы немножко на место поставим. квант энергии. Все дело в том, что физика, я возвращаюсь к тому, что структуру или строение, будем говорить, фотона, не имеет. Там только формулы. Значит, энергия, скорость, там и так далее. Но нам нужно для того, чтобы увидеть, как построен мир, нам нужно знать, что собой представляет квант энергии. Фотон, будем говорить, да? Он имеет и размер, и формулу. Вот эта форма, форма, я ее определил. И эта форма фотона мне помогла потом получить и нейтрин, то есть моделировать и электрон, и протон, и далее, 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 далее. Значит, если мы возьмем два фотона, два фотона, ну, их считают материальными точками, но я говорю, вот два шага спирали, или полушага спирали, если взять, значит, если их поставить лицом к нам, это два фотона торжественные. Если их повернуть на 180 градусов лицом к лицу, как два человека мы повернули, да, лицо к лицу, а у фотона имеется лицевая сторона, я простыми словами буду говорить. Вот это, значит, фотон и антифотон, то, что Дирак предполагал, что есть античастицы. Элементарно, это одна и та же частица, просто повернули и поставили, допустим, ну, это мысленный опыт, да, ну, я понимаю, что форма гена, спирали гена, это как раз-таки есть форма фотона. Да, и буквально, значит, вот от фотона два фотона, да, вот так, допустим, которые идентичны, но их повернули, поставили, вот два человека, имейте в виду, можешь представить, два человека мы поставили, вот там есть такое понятие спин, понятие спин, когда заряд как-то в одну сторону крутится, я скажу, сейчас спин. Это имеет отношение к этому пониманию или нет? Нет, со спином тоже... Или это аналогия, аналогия, просто я вспомнил, аналогия, когда мы поворачиваем... Хатай, мне, конечно, это некорректно сейчас критиковать физиков, химиков, набилиантов и так далее, я позволю одного, это дирака, я это везде говорю, дело в том, что со спином, со спином непонятно, значит, то ли это вращается, то ли не вращается, но на самом деле, если мы возьмем полушаг спирали, полушаг спирали, если повернуть его на 180 градусов, это будет против, асимметричность, а если повернуть еще раз на 180, то есть вернуть в свое положение, она понимает то же положение, которое было в начале. Вот он, значит, у фотона из-за отсутствия, здесь расшифровывается, проходится, значит, единица считает, единица, значит, спин. Это означает, значит, фотон, у него нету вот противостояния, противостояния нету. В физике обычно фотоны и элементарные частицы изучают статистически. Их один взять, как бы, хотя бы представить, значит, и из него манипулировать им и что-то делать дальше, такого нет, статистически, поэтому и не получает. А я взял, как независимый ученый, значит, и позволил себе, и все получилось. Так вот, спин, спин, значит, если, допустим, вот я показал в своей книге два фотона, два фотона, они называются интерференция. Опять-таки, интерференция, двух фотонов отдельно не рассматривают. Если взять два фотона, они могут войти друг в друга, вот так, два полушага спирали, могут войти. И вот они, когда расходятся, можно представить, что образуется третий магнитный полюс. Два полюса, значит, верхний, нижний, отрицательный, положительный, и магнитный полюс. То есть, у одного фотона один магнитный полюс. Один магнитный полюс. Вот. Теперь, значит, у нейтрино, когда образовались, значит, из двух фотонов, они имеют магнитную память. И вот те элементарные частицы, которые имеют магнитную память, нейтрино-литронный фотон, они имеют спин одна-вторая. То есть, они могут войти друг в друга, вспомнив, что входили когда-то два фотона. Хасай, меня слышно? Да, меня слышно тебя. Просто сеть прерывается, связь такая. Слышно, слышно. Моябр, давай мы так сделаем. Мне кажется, тебе надо дать мне ссылки. Я эти ссылки на эти книги поставлю твои ссылки. Не объяснишь. Да, я понимаю. Связь почему-то плохая сегодня такая. Ноябр, скажи, пожалуйста, ты мне можешь эту книгу, ссылку прислать, я для всех поставлю, кто хочет, кто интересуется, они могут почитать. Или это какое-то издание, которое трудно, трудно достать, нет? Или как? Где могут люди почитать? Я ПДФ могу любому человеку отправить. Хорошо, ну пусть напишут там под роликом, кто заинтересовался, обратитесь к Ноябрю Керимовичу. Пожалуйста, и вот он сказал сейчас, что ПДФ отправит вам. еще раз повтори, пожалуйста, прерывается звук. Я говорю, моя мечта отдать все те знания, которые я получил всем, независимо, дагестанцы, россияне, зарубежные и так далее. Вообще. Не, ну ты человек, ты, естественно, ученый мирового имени, но, конечно, ты хочешь всем отдать. Я это понимаю. Поэтому я сейчас думаю, как, все-таки ты мне скажи, как вот этот вот, никак у меня не успокаивается ум, как вот эта частица и одновременно волна, квант и волна, все-таки не имея материального субстрата, когда они вот, ой, как это сложно понять, вот почему ты физик, а я не физик, понимаешь? Я понял. Да. Ну, давай мы так сделаем. Я понял. Я отвечу. Я отвечу. Давай мы так сделаем, ноябрь. Я предлагаю, знаешь, такую вещь? Поскольку я представляю школу Человек будущего Homo Futurus, у нас очень много разных интересных людей, которые мыслящие. Я хочу пригласить всех, чтобы написали комменты, комменты с вопросами для нашего ноября, дорогого. Пишите, пожалуйста, вопросы, и вот по степени вашей заинтересованности, какие вы будете задавать, друзья, вопросы, ноябрь так и раскроется, потому что он же сейчас, я его пригласил не лекцию читать, а просто еще раз вам представить, какими удивительными вещами он занимается. Да, пишите, пожалуйста, друзья, комменты, задавайте вопросы. Ноябрь, скажи, пожалуйста, может быть, люди, у нас много людей, у нас много сотен там подписчиков, тысячи, и поэтому, может, кто-то сможет тебе и помогать, продвигать твою науку, в плане, как-то тебе может быть какое-то обеспечение, поддержка, какой-то, ну, раньше было, сейчас же этого нету, раньше было меценатство для науки, благотворительность для науки, какие-то законы существовали, чтобы поддержка была у ученых, сейчас же этого ничего такого нету, и все законы такие рыхлые, расплывчатые, но ты можешь подсказать, как бы тебя могли поддержать и дагестанцы, и не дагестанцы, и люди, все, потому что это глобальные вещи. Я скажу вот, что я вначале сказал, что беспреперником будучи, я это все сумел, но материальную помощь мне оказывали близкие друзья, которые знали меня лично с детства и видели, чем я занимаюсь. Вот я с их помощью, значит, вот в 16-м году издал эту книгу, выехал в Москву и так далее. А так, знаешь, опять-таки, я хочу критикой заниматься, гранты, особенно, вот, значит, гранты молодым, какая-то нуда пошла, молодым, я понимаю, молодых, а пожилые люди, которые делают открытие, почему их не поддерживают, а здесь, когда обращаешься, они смотрят на статьи, есть статьи, нет, и вот только мы свидетели сейчас, в этом году, Россия отказалась от скопуса, например, да, международная, значит, система, журналы и так далее. Ну, мое личное мнение, как независимого ученого, значит, за деньги не делается наука. Да, это правильно. Наука делается при поддержке, при поддержке соответствующей, не так давлять, вот это надо делать, вот это надо делать, вот это надо написать, так не должно быть. Ученый сам должен определить, если он ученый, и к нему это все придет само по себе. И, конечно, условия должны быть у него. Эйнштейн сказал эту фразу, я очень его за это уважаю, кто бы как ни относился после всяких мифов, которые много распространяют, я слышал его фразу в интернете, я, говорит, человек счастливый, потому что мне платят за то, что я мог бы делать и бесплатно. То есть, это потребность ученого, как потребность композитора, писателя, если человек занят своим делом. Это творчество. Творчество, потому что именно там, когда человек занят своим делом, он способен так глубоко, проникновенно сосредотачиваться, что человек другой, который вот не имеет к этой деятельности, потребности, исконной, природной, как говорится, композитор от Бога или хирург от Бога, физик от Бога, там, ну, это когда талант совпадает с его деятельностью. Вот из-за этого мир у нас рушится, что большинство людей не своим делом занимается. А те, которые занимаются своим делом, это их потребность, они там искренние, они иначе не могут, они думают только так, как они думают, и поэтому они сами с ума сходят, если они не найдут ту правду, которая внутри них крутится, и этой правдой поделиться. Совершенно правильно. И когда он эту правду внутри себя находит, это получается такое моральное удовлетворение, как у некоторых при физическом удовлетворении бывает. Ну, это ученые люди, ну, что скажешь. Так же и поэты, вот поэтому вот и Авиценна и поэтом был, и медиком был, и ученым был, и многие все великие люди, они по существу в себе соединяют много отраслей деятельности. Ноябрь как раз-таки представитель. Если художнику можно заказать, скульптуру можно заказать, но это не художник, это поэты и тяжелые. В науке этого не должно быть. То есть ученый не может сделать за деньги за что-то заказ. Ученый не может сделать по заказу. Озарение по заказу бывает. У нас есть методика по методу ключа озарение по заказу. Но это для продвинутых. Это как раз-таки в нашей школе, когда мы нулевое состояние используем для того, чтобы войти в эту бесконечность и оттуда черпать эту, как говорится, без стереотипов вот этот информационный поток, когда мы входим. Но не буду сейчас об этом распространяться. Это у нас на всех роликах я об этом говорю по-разному, разным языком. Ноябрь, ты не представляешь, как я тебе благодарен. Если ты согласишься, там посмотришь комменты, которые будут писать, ответить на эти вопросы, найдешь время. И еще раз, допустим, дней через 15-20, когда больше и больше людей посмотрят этот ролик, если ты согласишься еще раз выступить, вот так вот мы выступим, еще с обзорным ответом на эти вопросы. Не только там ответишь на комменты, но еще и в ролике дней через 15-20. Хорошо? Потому что ты говоришь настолько неожиданные, настолько неожиданные новые вещи говоришь. И это поможет людям мыслить, даже если они не физики, не химики, не биологи, не философы. Ну, пытаясь понять, уже мы продвигаемся вперед. Потому что только почемучки становятся великими. Потому что, когда возникает вопрос в уме человека, открывается новая новое понимание вещей. Вот мы будем в человеке инициативу задавать вопросы. Самим себе в данном случае вот приглашаем человека, которому можно задать вопрос. Я постарался мотивацию показать, если ты заметил. Мотивацию будущего, человека будущего, вот твоего... Да-да-да, вот это главное. Ну, я заручился твоей поддержкой. Твоей соратникой, и твоей соратникой, значит. Мотивация такая должна быть. Да, все время думать, задаваться вопросами. Я готов. Спасибо, я тебя обнимаю. Я готов. Я тебя обнимаю. Спасибо тебе, ноябрь. Абдикаю, Асай. Спасибо, хотя, за приглашение, за этот вечер приятный, светлый. Вот это замечательная девушка. Светлые люди, соединяйтесь. Вот эта девушка... Тьмы нету, есть отсутствие света, говорит философия. Тьмы нету, есть отсутствие света. Это великая фраза. Поэтому давайте, люди, соединяйтесь. Мне что интересно, Асай, мне кажется, мне кажется, даже эта девушка, она повернулась как-то на рисунке ближе сюда, услышав меня. Конечно, конечно. Вроде она туда смотрела, а сейчас смотрю, вот сюда смотрю, на мою сторону. Всем благ. Всего доброго. До встречи, до встречи, до встречи. До встречи. Спасибо.